Приветствую, дорогой Аслан, сердечно. Привет, я очень рад тебя видеть, сколько мы времени не виделись. А раньше ты всегда меня поддерживал своими комментариями, философски освещал темы. Я так горжусь нашей дружбой. И я очень рад, что ты вот теперь снова, как говорится, у нас вместе. Ну, может быть, кому-то расскажешь, кто тебя не знает, Аслан, где ты находишься. Если хочешь, какая там погода. У нас обычно такая традиция. Хочет человек, представляется. Не хочет, он называет условно какое-то имя, чтобы мы понимали, как обращаться. Но я-то знаю тебя как родного, а вот есть люди-новички. Вот, пожалуйста, тебе предоставляется слово. Добрый вечер, Хосай Магомедович. И всем добрый вечер, да. И всем остальным, кто меня видит, тоже добрый вечер. Я нахожусь в Казахстане. Сейчас вот погода дождливая, ветер сильный. Давление вот чуть-чуть повышенное, атмосферное. Насчет магнитного поля я не знаю. Возмущения, может, есть какие-то небольшие. Но вот дождь, ветер и вот эта небольшая температура, перепад. То холодно, то тепло. Вот это явление есть. А как люди переносят это, перепады вот эти как? Ну, люди по-разному. У меня вот дома мать, например, плохо переносит такую погоду. Она на сон тянет, такая погода, когда дождливая, на сонливость тянет. Я сам пару дней назад тоже так вот немножко простыл. Ну, сейчас вроде себя нормально чувствую. Хотя вот погода такая плохая, но я себя более-менее чувствую. А ты что-то делаешь для этого из-за системы? Что-то делаешь, нет? Я вот это место, массирую вот это место, чтобы кровоток мозга лучше был. Вы же объясняли, что вот это вот место... Из дополнительных приемов, это дополнительные. А вот основные, диаматурные там или там повторяемые механические какие-нибудь. Или ты уже на автомате? Ну, я прям на это сознательно я не делал. Но я вот просто для себя вот книгу прочитал еще раз. Недавно вот опять взял. Да-да-да. Вот если кто смотрит, поближе сейчас поднесу. Значит, это стресса... Это старая книжка. Это еще старая. Это старая книжка. Давно-давно-давно я покупал ее. Старая книжка. Да. И вот, да, я делал. И диаматурный рефлекс вызывал у себя. Вот это, да? Или там искал, какой лучше получится, да? Подбирал, да? Или как-то... У меня по-разному получается. В зависимости от того, какой я образ себе представлю. Да. Какой образ представлю, так она и пойдет. Может, всплывет, может, в сторону пойдет. Я прям так конкретно не сдаю программу, чтобы она прям поднялась или там опустилась. Самое правильное делаешь. Вот помнишь, у нас Надежда наша. Она одна же написала. Это было очень давно. Она в 90-м году смотрела у меня по телевидению. И там я показывал эти приемы. И она говорит, я делал эти приемы, у меня не получалось. А потом я, говорит, додумалась, догадалась. Я, говорит, сказала себе, почему обязательно должно вот так идти? Дай-ка себя, дам рукам, идти так, как им нравится. И отпустил. И они пошли, говорит, и пошли. И вот это вот. Потом мы много раз... Надежды, конечно, огромное спасибо. Да, она вообще-то и ученая, она там и пишет, и в прозеру у нее есть. Да, Бабайлова наша Надежда. Наша Надежда. Вот ты использовал вот такой подход, да, очень хорошо. Ты вообще творческий человек, я горжусь нашей дружбой. Ну да, там, если люди, которые не знают метод ключа, начинают им пользоваться на парах, они, наверное, когда вот эти движения делают, они, наверное, стараются с кого-то копировать, подражать людям. Да, они шаблоны. Да. Подражать не надо никому. Вот это важно. Надо делать так, как вы хотите, как у вас. Потому что у кого-то, может быть, остеохондроз, просто руки не идут, потому что здесь остеохондроз мешает что-то. Да. Да, в этом плане. Если так не пошло, надо вот так. Если так не пошло, надо вот так. Если так не пошло, надо вот так. Да. Состояние может возникнуть, даже если руки не пошли. Можно просто чуть-чуть подождать, минут 5. Руки, даже если не пошли, состояние сейчас начнет все равно. Потому что уже мозг понимает, что человек хочет сделать. Автоматика мозга, наверное, срабатывает. Вот я хочу сказать, Аслан, я не знаю, ты в курсе или нет, мы же за это время пока не виделись. Две книги вышло у нас, и одна из них полностью, она не только моя, но там и участники нашей школы, человек будущего, школа человечности, со своими усовершенствованиями, со своими советами по принципам ключа. И вот в 19-м году уже профессора Матвеева Анатолия Петровича, учебник по физической культуре, и там синхрогимнастика по методу саморегуляции ключа. Так я опять сталкиваюсь с этой же проблемой. Люди берут как копию, как лекал, и не смотрят, что там написано. А там написано, по этому примеру подбирайте себе свои приемы. Они это не замечают, они потому что их в школе этому не учили же. Им учили, делай как я, или делай как он. Да, шаблон. Это как шаблон. По шаблону. А у кого-то этот шаблон совпадает, у кого-то не совпадает, он говорит, а у меня ничего не получается. Так сделай по-другому. А он говорит, а как? И он не знает как, потому что мы в школе обучены на основе повторения мать-учения. А мы как раз добавляем к этому повторению мать-учения новый принцип. Добавляем, чтобы вместе два принципа было, тогда больше эффект. Мы добавляем принцип подбора путем перебора. По критерию индивидуального соответствия. То, что вам сейчас подходит, вы это и делаете. Перебирайте. Вот это вот. Еще людей учат, чтобы, если у человека что-то не получается, например, там где-то, обязательно кто-то должен какой-то гуру быть, какой-то наставник, который будет так вот скрупулезно со всех сторон подходить. И тоже людей так научили, как будто люди сами не могут это сделать. Аслан, ты знаешь, я сейчас вспомнил фильмы, в свое время смотрел, когда был молодой совсем, как показывали, как исполнительность, как исполнительность важна, когда человеку гуру занимается. Даже такие были романы, такие и новеллы, такие были, когда учитель говорит, прыгай в воду, а тут боится прыгать. Он говорит, я учитель, я сказал, прыгай, когда ты будешь исполнять, как я тебе говорю, в конечном счете, ты уже будешь у меня лучший ученик. И тот прыгает в лед, прыгает в воду, не задумываясь. Да, это считалось, вот старательность, подражательность пропагандировалась. Поэтому мы со школы одновременно учимся зубы чистить и руки мыть, и одновременно шаблоны эти вот захватываем. Что если гуру, надо прекрасно его слушаться, иначе ничего не... Ну, короче, глупости столько мы нахватались, очень много. Аслан, ты очень тонкую тему заделал, очень. Я тебе так благодарен. Давай еще, давай, мы тебя слушаем. Ну вот, по последним вот этим сообщениям, которые я там читал в Телеграме, там, у вас там на ВКонтакте, на вашем сайте. Там вот люди, наверное, многие пишут о явлении вот этом, трансовом явлении. Они там все время собираются вот это в трансовое состояние войти. У них как будто такая задача. Они думают, что сам метод ключ, цель стоит, как будто людей научить и входить в это состояние транса. На самом деле, вы же сами объясняли, что транс – это всего лишь переходное состояние. Между четырьмя основными состояниями, это как переходное просто. Ну, от новизны к навыку. Да. Но самое главное в вашей методике – это нейтральное состояние, а не трансовое состояние. Самое главное – в вашей методике. Ну, левое. Вот в нем-то надо находиться почаще. Чем больше будет находиться в нейтральном состоянии, тем оно лучше. Потому что транс – это когда одна хорошая, большая доминанта или там негативная. Например, или ревность, или еще что-то – это транс. Странь, транс. Да, эйфория – это тоже транс. А нейтральное состояние – это когда никаких нет доминантов. Безмятежность. Безмятежность. Нулевое, как в коробке передач, нулевое нейтральное положение, через которое переключение происходит. Так вот мне наш Рашид, мудрец, он мне сказал, назови эту точку переключений своим именем, точкой Хасая. Я говорю, да ты что, что я, пророк, что ли? Он говорит, ты же пророк. Я говорю, какой я пророк? Он говорит, назови, говорит, и ты не стесняйся. И тогда людям будет идти. Вот сегодня я тоже читаю от наших друзей там комментарии, что правильно говорит Рашид. Назовите точку Хасая. Другой человек почитает, заинтересуется, им этот ключ найдет. То есть это будет как путеводителем таким. Я очень благодарен за то, что поддерживает эту идею, поэтому, я думаю, может отбросить ложную скромность. Хотя в своем отечестве пророков не бывает, и я на это не тяну, конечно. Ну, ради того, чтобы больше людей почитали, может быть, попробовать, назовем точкой Хасая. А знаешь, почему наш мудрец Рашид это сказал? Он мне привел один аргумент. Когда, говорит, ты говоришь это нулевое состояние и приводишь пример, что если она задержанная во времени, это будет та самая нирвана, о которой говорил тысячу или тысячу лет назад Будда. Это, говорит, правильно, но там, когда говорят о нирване, не имеют в виду как временное состояние для перехода куда-то. Там, говорит, имеют состояние как ценность, самоценное. А ты, говорит, в методе ключ имеешь в виду переход после восстановления в состоянии этой безмятежности, переход в поток. Когда ты какую-то задачу начинаешь думать, какой-то вопрос решать, и она мгновенно, лавинообразно обрастает потоком ассоциаций как добровольных помощников, которые помогают вопрос решить. Ты же, говорит, не останавливаешься на нирване как самоценности. Поэтому ты, говорит, не пиши это нулевой состояние, напиши точку Хасаи. Вот он мне это объяснял так. Ну, можем назвать и вашим именем, в принципе. Суть-то не меняется. Самоценность этого состояния, она остается такой же. Ну, вот он говорит, как раз суть в том, что многие нирвану читают как состояние, которое отрешенное от жизни. Там надо находиться. А у тебя, говорит, это как рабочий элемент. Для переключения на поток, где ты решаешь проблемы. Открываешь творческие качества человека. То есть, не просто отдельное стационарное состояние. А в буддизме же там поток не переходит. Да-да, там просто как состояние одно. Состояние одно, да. Это вот мне Рашид такую умную вещь подсказал. Ну, он правильно сказал, в принципе. Вашим именем тоже можно назвать это состояние. У меня имя неподходящее. Если бы я был там какой-нибудь, знаешь. Он говорит, чашка Петрия, чашка Петрия. Она хоть в России чашка Петрия, хоть в Англии, хоть где. Потому что ее изобрел Петрия, где микробы там. Ну да, размазать, да. Она говорит, везде чашка Петрия. Поэтому это, говорит, состояние везде будет. Понимаешь, точка Хасая. А не нирвана. Потому что, когда ты пишешь нулевое состояние и приводишь пример нирвана, так нирване не сказано, что это переходное состояние. Там оно есть как цель. Выход на нирвану и все. А у нас как момент, из которого стресс-траплин выходит, чтобы решать разные вопросы. У нас как переходный это, рабочий момент. Ну, может быть, кто-то сейчас послушает нашу беседу и откроет для себя эту грань вопроса. Это очень важный наш разговор сегодня с собой. У нас всегда с собой разговоры происходят. Да, потому что люди могут ошибаться, потому что они же, когда вот этот момент перехода, они могут у кого-то быстро переключиться. И состояние обычного, состояние транса, они могут и не заметить даже это нейтральное состояние. Такие люди есть, которые слишком такие гипнобильные? Сами себе раз какую-то установку или что-то поставили из бодрого состояния, состояние транса, переключились, даже не заметили вот этот момент нулевого состояния. Да, надо, чтобы обратили внимание, вот эта безмятежность бывает, когда человек проснулся, например, еще не до конца, мы все текут каблака, ничего внутри не задевая. Потом вспомнил, что надо на работу и включился. Вот до включения вот эта безмятежность, состояние. Оно бывает и ведь на уроке в школе. Девочка засмотрелась в окно, задумалась. Там машины едут, там тополя качаются, еще что-то. А учительница подходит или некая, шлеп по голове. Петрова, ты где? Раз, и оттуда вышла. И вот так нельзя делать. Один учитель, он из Украины, он там в Николаеве, по-моему, он говорил учителям на своем показательном уроке, у него открытые уроки были, очень умный учитель. Он говорит, нельзя так детям делать. Пусть восстанавливаются. Они от усталости, видимо, попадают. То есть чем отличается состояние, когда человек спонтанно попадает между сном и бодрствием, или, например, глубоко задумался, когда он вот так задумался, что уже ни о чем не думает. Вот это нулевое состояние. Чем отличается эта точка, мы скажем, от состояния Будды? Будда вызывает это состояние, когда хочет, по своей воле. А девочка спонтанно попала из-за усталости. И поэтому, когда мы обучаем людей по своему желанию в нужное время, в нужный момент для себя получать это состояние, ну, теперь будем говорить точку Хасаи. То есть тогда они могут в ней и восстанавливаться, как у Будды в Нирване, они там же и могут переключаться на решение какого-то вопроса, и у них моментально лавинообразные ассоциации появятся, которые помогают решить этот вопрос. Это вот я в последней книжке своей, которую сейчас рукопись подготовил, для людей, которые хотят развить у себя изобретательские качества, чтобы создавать новое. Потому что нового нет вообще в мире. Все переписывают одно и то же друг к другу. Вот нового вообще мало вообще-то. Оказывается, раз в полвека какое-то новое слово появляется. На самом деле, это очень интересно. Все остальное оказывается перепиской, перепиской, перепиской. Как сказал Андрей Жит, лауреат Нобелевской премии, он говорил, все уже давно было сказано, но приходится повторять снова и снова, потому что есть вечные ценности человеческие. Любовь, сопереживания, чувство бесценности живого, счастье быть собой, а высшее счастье – это когда все вместе, и каждый при этом является собой, когда никто никого не подавляет, никто там не самоутверждается, все находятся в синергетическом диалоге, потому что ищут ответ на какой-то общий вопрос, решают совместную задачу. Вот наша школа этим занимается, чтобы все больше и больше людей привлекать сюда, для того, чтобы люди начали думать своей головой, да, и не самоутверждаться, а правильно формулировать вопросы, чтобы мы начали сотрудничать, чтобы мы создавали новое. Для этого же мы работаем. Вот этот момент еще раз, Аслан, подчеркни, пожалуйста, как ты сформулировал хорошо, что чтобы люди не акцентировались на самом состоянии. Транс, трансовое состояние. Не для него эти приемы нужны. Эти приемы нужны, чтобы снять зажимы, раскрепоститься, настроиться, на что хотят настроиться. А само трансовое состояние возникает, когда… Ну, вот скажи, скажи, я хочу, чтобы из твоих слов это было. Трансовое состояние будет возникать, если, например, если человек сам себе захочет что-то внушить, он же какую-то там идею у себя формирует в голове. Например, голова… Или завтра получу на экзамене пятерку, или еще что-то, да? Что хочешь? Да. Это уже ожидание каких-то там изменений, улучшений. В зависимости от того, что он там себе образом или как словами себя сформулировал, вот эти уже слова и образы, они формируют вот эту доминанту в голове. Но она формируется уже только, когда мозг находится в этом нейтральном состоянии. Супер. Потому что если ты будешь в обычном состоянии, она не образуется. Вот. Вот, вот, вот. Потому что в этом свободном состоянии сознания, безмятежность… Нет шаблонов. Нет шаблонов, нет страха, нет комплексов, нет подражания авторитетам. Там пусто. Дву пусто. Там ничего нету, да. Заложить туда тоже как с чистого листа, да. Ну, это для перезагрузки, да, действительно. Ну, ты молодец, ты молодец. Ну, да. Самое главное – вот научиться людей вот в это состояние, нейтральное состояние, входить своей головой. Не когда там тебе какие-то внешние условия создались, такие, что тебе пришлось вынужденную мозгу в это состояние войти. Ну, например, от какой-то перегрузки на работе там или от какого-то высокого стресса. А вот Шри Арубиндо не смог своего друга Сантрепа, Сантреп, по-моему, звали, зарубежный друг его, который там в книге написано. Шри Арубиндо, именем которого город в Индии создали, сейчас он, правда, говорят, город туризма превратился, который написал «Приключения сознания» или «Путешествия сознания», я не помню, «Новый человек», он же выдающийся, колоссальный Шри Арубиндо называл это состояние «укрощением ментала», потому что там же человек пусто, ни о чём не думает, «укрощением ментала». И он своего друга Сантрепа, по-моему, ну, кто захочет, посмотрит там в интернете, не смог за месяц научить, потому что он ему объяснял, что это не транс, он ему объяснял, что там нет мыслей, там ничего нет. Ну, как мы говорим, безмятежность. Но при этом украшение ментала они пытались сделать усилием воли. И у него за месяц не получилось, он не смог его научить. А мы даём алгоритм, чтобы человек выходил на это состояние, на эту точку, чтобы он выходил путём подбора действий и синхронных к текущему состоянию в моменте. И когда человек перебирает действия, которые ему подходят, как примеряют ботинки в магазине, у него потом он сидит, и у него наступает это состояние. А он не смог, что я, Рубин, что я очень понимаю, потому что мы-то с тобой в 21 веке живём, мы уже больше знаем. А он, герой, всё-таки такие великие вещи говорил. Он пытался к этому прийти, но у него не получалось. А я смотрю этот самый, который Садхагору, по-моему, тоже часто выступает в интернете. Ему тоже вопросы задавали, как приходить к подобному состоянию. Он вокруг да около ни разу не сказал, что надо подбирать действия синхронные к текущему состоянию в моменте, чтобы адаптация к состоянию была, чтобы дальше выходить на это. Он не знает этого. Он сам выходит туда. Вот очень много людей, которые сами могут, а объяснить другому не могут. Да-да, в этом большая тоже проблема. Когда человек сам может входить, а другие не входят, ему тяжело объяснить людям словами. И люди, если на него подумают, скажут, что он какой-то чокнутый. Да-да-да. Если незнакомый, что сказать, руки сходятся, расходятся. Они, наверное, с первого раза подумают, что у человека какой-то чушь какую-то не висит. А у меня была одна ученица, которой я потом ее... Ну, короче, я ей сказал, больше не ходи ко мне. Как специалист она хотела научиться, чтобы других учить. Почему? Потому что она взяла и сделала следующее. Она говорит, а у меня, говорит, у кого, говорит, не получается, я, говорит, как дам ему по шее, и у нее сразу где-то. Ну, такие вещи разве можно делать? Если это объяснить, донести, она говорит, я ему как дам, и у нее сразу понятие появляется. Ну, это какая-то глупость. Из-за таких людей как раз у нас вот они тянут вниз. Вашу методику должны преподавать врачи или бы учителя, которые, ну, люди с образованием, которые знают, как подходить к людям, как это объяснять. Потому что обучение могут проходить разные люди, которые могут, есть такие люди, которых может и не совсем психически уравновешены, они уже, как бы, такие трансовые методики, им нельзя, им противопоказаны же такие методики. И проводить им такие занятия тоже надо? У нас прямо написано, у нас на всех сайтах прямо написано, что метод-ключ показан для психически здоровых людей. Например, как аутотренинг, как медитация, для психически здоровых людей. А психически больные люди, они должны это проходить под контролем специально обученного нами врача. Врач, который, вот у нас есть, например, врачи, которые у нас прошли подготовку специальную, и они обучают ключу своих больных, которые сокращают дозировки лекарств. Да, у нас Дарья, психиатр, например, если ты видел, вот она была буквально позавчера у меня в гостях, я там несколько человек попросил, которые хотят сократить лекарства, ну и у них назначены врачом лекарства, они в разных городах живут, разные климатические зоны, разные часовые пояса. И мы в интернете, она с ними беседовала и более правильные дозировки подсказывала. Они ключом пользуются, под контролем ее. И у них получается дозировки уменьшить, поменять лекарства, но она их контролирует, она молодец, да. То есть вот такие вот пациенты под контролем должны обучаться. А так, конечно, вот поэтому у нас, я еще раз покажу вот этот учебник физкультуры, как физкультуру, синхро-гимнастику надо преподавать со школьного возраста, даже может с детского сада. Моя дочка Шелила, в детском саду, они делали хлёст, они представляли, что они птички летают, вот детишкам лучше становилось там. Так что очень интересно, да. Спасибо. Дети быстрее, взрослых будут учиться вашему методу, они быстрее это поймут, потому что у них природа еще не нарушена там ничего. Облонов еще нету таких, которые загрузили. Вот сейчас, поэтому дети, они более открытые, это очень ответственные вещи, поэтому учить других людей нужно только после подготовки, которую я провожу, чтобы технику безопасности дать и так далее. А лично для себя каждый может применять. Берешь бесплатно и применяешь. А других учить нет, только после подготовки специально. Это я на всякий случай еще раз говорю, чтобы кто не знает, чтобы знать. Аслан, я тебе очень благодарен. Давай дождемся комментариев. Давай что-нибудь придумаем такое. Я хочу собственным методом использовать его для того, чтобы придумать, так расширить число участников в нашей школе. Потому что нам нужно сегодня многим помочь. Потому что, чтобы они научились мыслить не шаблонами, а научились мыслить головой своей. Да, чтобы головой мыслить. Потому что все учат на эффекте подражания. И как попали в условия неопределенности, вот сейчас неопределенность, все растеряются. Потому что школьный принцип повторения мать-учения недостаточен. Нужен наш принцип добавить туда, чтобы было полноценное образование. Наш принцип подбора путем перебора. Кто поймет, поймет. Кто не поймет, задаст вопрос. И больше развернем тему. С вашим методом время сокращается, обучение. Конечно. Что можно там за год, например, в обычных условиях, год там уходит на образование. С вашим методом может месяц уйти. Конечно. Зажимы сняли, блоки ума и тела сняли, и поэтому легко входит в учебное. Просто некоторые люди не понимают, что можно сократить не только время, но и деньги просто. кто-то на платных курсах проходит там годами какие-то платные курсы, непонятные курсы. Они платят там годами какие-то деньги, тратят свое время, деньги. А в результате научился он, не научился. Может, там почему-то научился наполовину. Как мне трудно это объяснять людям. Почему? Потому что каждый кули хвалит свое болото. Они думают, что я, когда начинаем это говорить, они начинают, некоторые понимают. И они прекрасные участники нашей школы, я горжусь этим. А некоторые вот новички, которые заходят, думают, ну вот, расхвалился. И мне там пишут какую-нибудь гадость. Ну, например, что вы там все время я, 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 я. Слушай, а что я могу сказать? Если сам Кандыба, который написал сотни книг, там написал то, что придумал Хасаэлиев, не придумал ни Будда, ни Мухаммед, ни Лени. Если в книгах это пишут, что я могу сказать? Слушай, а вот самому нельзя. Вот хорошо, вот когда Рашид, мудрец, сказал, точка Хасаэ, например, как чашка Петри. Когда ты, Аслан, говоришь, когда еще кто-то подключится, вот у нас такие есть, такие достойные участники, которые, наши и контакты, и вот этот Телеграм, пускай все подписываются, и на Телеграм-платформу пусть подписываются, где короткие методики помочь себе, Наталья Ковитамом ведет. Просто удивительно, у нас люди такие удивители, которыми гордиться можно. Ну, просто гордиться. Я думаю, если бы я имел возможность, всем бы по ордену выписал. Но я им всем по ромашке нарисую. По белой ромашке, видишь у меня, белая ромашка. И тебе, Аслан, нарисую. И сейчас у нас конкурс, там вот персонажи присылают нам, как герои, какой мультяшный герой будет учить всех подбирать приемы ключа, чтобы все научились. И уже присылают. Одна, правда, прислала гуся, у нас человек-человечек чтобы был. И вот Ирина прислала человечка. У него такая хитренькая лихия физиономия. Ну, на меня, конечно, я не хитрый. Если бы я был хитрый, я бы рекламой пользовался, я бы пользовался всякими маркетинговыми ходами, а я же не делаю. Мы за рекламу не платим, мы ничего не делаем. И у нас одних только, на одном только канале Ютуба, 200... Сколько, Наташа, у нас подписчиков? 208 уже, конечно. 208 тысяч подписчиков. 208 тысяч. Только на одном Ютубе. Не говоря о Телеграме, Однокласснике, еще где у нас, Инстаграме, ну, короче... Тик-Токи. Тик-Токи, да, много у нас. А мы не делаем никаких деньгами. Мы вообще никак не связаны с деньгами. Это говорит о том, что... Хорошая вещь, она в рекламе не нуждается. Хорошая вещь, там, какая-то хорошая, там, какая-то программа, она в рекламе не нуждается. Люди сами... Она пройдет... Раньше было телефонное радио, или как так называлось? Сарафанное радио. Сарафанное, Сарафанное, да-да. Ну, ты знаешь, кто нам мешает? Хочешь, я тебе назову, кто нам мешает? Кто-то. Нам мешают именно мои коллеги, психологи, которые опыта не имеют жизненного. Они же вот как узнают, что я из Беслани выводил людей, когда они пострадавшие дети и взрослые не слышат психологов. Я же научил потом психологов МЧС. Или Марс 500 я готовил, или подводную лодку Курск, когда выводили, туда входил военный персонал. Мы же с Оленом, моим сыном, психологом, готовили этот военный персонал. И вдруг они видят такой гигант, да, и они, конечно, им-то нечего там сказать, они еще не... Но они вместо того, чтобы научиться этому, они начинают палки в колеса вставлять. Да что это такое, да что это такое, чубка какая-то. Но сами себя позорят, потому что завтра же понятно будет. Потому что, чтобы говорить такие вещи и учить других людей, то, чем мы учим в нашей школе, почему у нас называется школа человек будущего, хомо футуру, школа человечности. Именно потому, что сегодня люди не слышат то, что мы говорили. И как раз мы сформулировали то, что сегодня нужно, чтобы люди думали своей головой, а не шаблонами. И поэтому пускаем это через учебники, через физкультуру, не через психологов, которые говорят, что они психологи. Они же все наполеоны, они там школу прошли какую-то по психологу. Вместо того, чтобы обняться, задать вопросы, вместе решать какие-то проблемы, помогать людям. Начинаю с самоотвержением заниматься и врачи-психотерапевтусов. А я врач и психолог, и поэтому и ведущий был, и профессор, и так далее. Ну, поэтому мне приходится говорить. Я работал профессором Нижегородского института развития образования, я многих врачей научил, психологов. Я работал ведущим научным сотрудником психологического института РАО, я работал там ведущим научным сотрудником института машинобведения, Большой Академии наук. Ну, как только я начну это объяснять, они говорят, да, вот, я все расхвалился. А если не скажешь, они не знают, кто это такой. Сейчас же интернет. Вот видите, сколько мне лишних слов приходится говорить, потому что, чтобы донести и до людей простые принципы ключа, которых в мире до нас не было. Аслан, я тебя очень прошу, как раньше, сопровожай, пожалуйста, наши каналы, вот такими давай будем делать иногда встречи по разным аспектам метода, хорошо? Хорошо. Спасибо тебе. Вот эти психологи, о которых вы говорите, они надо в кавычках ставить психологи, потому что они бизнес делают на горе людей. Вот это ты прав. Да, вот это не психологи. Все, конечно, есть достойные. Есть достойные. В основном их жизнь заставляет на этом деньги зарабатывать, да. Поэтому они берут то, что можно было бы за 15 минут рассказать, показать. Они делят на части, как арбуз, на куски, и за каждую часть плоти, и так это то, что можно было за 5 встреч рассказать, метод. Они будут рассказывать месяц. Ну, так, чтобы заработать, куда денешься. Им же тоже жить надо. Но надо, чтобы мы были все, дружная семья, чтобы все взялись за руки, потому что сейчас грозит. Пугать не собираюсь, но на самом деле противоречия в обществе наросли до такого пикового периода, когда турбуленция, когда точка бифуркации, и нужно живое слово, нормальное, чтобы люди услышали то, что мы говорим в школе «Человек больше», в школе «Человек больше», чем больше у вас любимых дел, чем больше вы между ними, этими любимыми делами, как академик Павлов, все время переключаетесь между любимыми делами, тем больше у вас точек опоры, тем больше открываются творческие качества возможностей, и у вас появляется и смысл жизни, и силы для здоровья, и долголетие. Вот мы говорим простые вещи, но люди когда говорят, ну простые такие вещи, а ты вот сколько, вот кому-то я говорю, не тебе, а вот кому-то, сколько у вас любимых дел? Вот мы сейчас показывали Влада, который с мамой Ирой, у него, он и рисует, он там и делает поделки из дерева, вырезает и на пианино, и у него много любимых дел, слушай, на мальчика смотришь, вот этот человек будущий, у него много любимых дел, и ясно, что он очень устойчивый такой, а нам в школе говорят, не разбрасывайся, все святошься, хотя до этого был период при социализме, когда было много кружков, да, в домах пионеров, и пение, и барабан, и лобзики, там, и там рисование, много кружков было, а потом сказали, говорит, сосредоточься, не разбрасывайся, ну, короче, не буду я тебе морочить голову, ты все это хорошо знаешь. Чем больше доминант, чем больше доминант, тем тем больше они между сознание, внимание будет подвижное, значит, сознание будет подвижное, оно не будет фиксироваться, на каких-то там, стресса, потому что не будет переключаться, конечно, это сам Павлов сказал, академик Павлов, больше, больше переключайтесь, да, спасибо тебе, осла, вот как бы с тобой разговаривал, что я прямо с тобой, потому что мне с тобой прямо дышать легче, потому что ты понимаешь, что я говорю, а вот сейчас бы вышел ко мне какой-то человек, который опять бы сказал, вот вы говорите, то, как у меня даже на лекции было, я с юмором человек, я пошучу наконец, он мне на лекции говорит, мне все, я все понял, только один вопрос, какой, а почему колесо круглое, это шутка, но такое было на самом деле, я 4 часа лекцию делал, я все понял, уже когда расходить, а почему можно вопрос, а почему колесо круглое, мне пришлось снова все рассказать, ну вот, потому что вот есть такие, и их мы тоже вынимаем, потому что у нас есть приемы ключа, с помощью которых можно достучаться до любого человека, особенно это нужно подросткам, поэтому я показываю учебник по физкультуре, из миллиона упражнений выбирайте себе то, что подходит вам в данный момент, а как это сделать, несколько примеров, мы в следующий раз все покажем, Асан, спасибо тебе огромное, ты мне разговаривал сегодня, как профессиональный журналист, ну, потому что я почувствовал, что ты ты в теме, ты хорошо знаешь тему, хоть мы столько лет не виделись, и ты меня раскрыл, как говорится, с этой играми, да, спасибо тебе, вам спасибо, казахстан, и академик Алексееву тоже спасибо, Анатолию Ефимовичу, когда программу делали, помоги себе сам, да, хорошая программа, очень хорошая была, да, да, я это вспоминаю, сколько нам писем писали, тогда, да, сважемся с ним, посмотрим, как он там проживает, я ему позвоню, узнаю, давно тоже, не знаю, почти год, наверное, не знаю, что там происходит, давай, обнимаем, до встречи, до встречи, берегите себя, спасибо, и Казахстану привет, и всем привет, потому что у нас же весь мир, и Украина, и Казахстан, и Киргизстан, и у нас и Индия, и Америка, у нас же не политический канал, мы с людьми общаемся, мы людям помогаем, конкретно, ну да, по ту сторону океана, такие же люди, как и мы живут, конечно, поэтому Бог един, Бог един, сказано, конечно, спасибо, спасибо, так, сейчас я посмотрю, как это выключается, так, pleasу, спасибо, спасибо, Продолжение следует...